Здарова! Мы продолжаем проходить Shadow of the Tomb Raider. Я вот вспоминаю, у меня камера на чем стоит. Какие настройки я оставил? Коррекция, задержка, ноль. Асинхронность, ноль. Не знаю, будет ли асинхронность? Асинхронность. Конечно же, она будет. Потому что через USB подключена. Так. Телефон надо убрать. Мы продолжаем проходить DLC. И это у нас предпоследняя DLC. Что-то там про каймана, змея. Великий кайман. Да, мы пришли к деревне в какую-то. Это деревня, насколько я помню, не было в оригинале. Может быть и была. Там мы отрубим. Вроде бы все работает. А, это в игре. Я думал, а то у меня ментовка ездит. Гудит. Гудит. Она вся какая-то заводка. Это из-за селя. Что такое сель? Птицы летают. Что такое сель? Птицы летают. Надеюсь, жители скоро смогут сюда вернуться. Надеюсь. Это типа пылевая буря, типа они поэтому свалили. Надо попасть на ту сторону. Да попадем сейчас. Не переживай, попадем. Надо пройти через церковь. Осторожно, здания могут рухнуть. Опа. Ниженсия. Мамский. Судя по состоянию бумаги, эта записка пролежала здесь не одно десятилетие. О, великий Зипакна, создатель гор, истребитель глупцов, страж подземного пламени. Пусть сын мой и дочь моя ступают по твоей мантии, не зная ни тревог, ни забот. Да пребудет с ними всюду твоя сила и мудрость. Хорошо. Я тут кофей попиваю. Не может быть. Тринити уничтожили мост. Ты переберешься. Да я-то переберусь. Не деваться-то некуда. Нужно сместить центр тяжести. Вряд ли это сработает. Сработало же. А вот почему-то от этого не сработало. А вообще-то я наверх стик отклонился. Такое бывает. Не может быть. Тринити уничтожили мост. Бывает такое в игре, когда Лара немножко прыгает не под тем углом. А смысл вообще смещать какой-то центр тяжести? Если в любом случае лезть в другую сторону. Странно очень все это. Я внутри храма. Только тихо. Зипакна есть краба. Любимое лакомство. А, мы относим... Точно мы же относим краба. Зипакна, божество древних майя, брат Кабракана, бога землетрясений. Зипакну обычно изображают в образе огромного каймана. И он известен как бог-разрушитель, заносчивый и вспыльчивый. Угу. 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 Ну, хорошо. Какая-то ловушка. Видимо, это здесь. ты на что то наступило в так как там у нас раскачиваться у нас живее да не чудом на нормальном времени даже не смотрел гробницу красотища так должны быть еще переключателем если найти все зипак на снова окажется наверху она должна поднять его типа да ну да пусть баланс это зря прыгнул м на языке нужно было так идти по ну все таки правильно да я приду ну а 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 и и и успел так а может быть где то есть переключатель да вот он переключатель наш двигай там пролезть таки можно успокоить так это зачем понятно пока пока не понятно типа этого хватит что перебраться на ту сторону да теперь мне надо перебраться да я знаю ним можно было не так сделать как то по другому можно было сделать зафиксировать его там оттянуть я думаю но это скучно и долго поджарюсь нужно перекрыть этот поток здесь что то есть что это нужно перекрыть этот поток ну тут доски есть какие то я не пойму зачем они нужны доски не горят поджарюсь нужно перекрыть этот поток и и и Продолжение следует... 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 Сил? Ух! Надо уходить! Тогда ты падаешь уже Девушки отдыхают. 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 пакны они тут меня поджидали украли краба чтобы заманить меня в ловушку господи ты не ранена и я в порядке и краб теперь на своем месте мы тебя специально туда послали одну спасибо надеюсь ты не опоздала скажи и они я скоро буду кайман кайман и осталось одно дел си все видимости до до конца на улице молнии гром дождь ветер люди не знаю стоит ли высказывать свое мнение по игре если я его высказывал наверное но не факт ну скорее всего высказывал после финала что-то изменилось да нет наверное особо мнение как-то не поменялось дизы синий перевесили в сторону желание перепроходить данную игру но ачивки у меня выпали которые мне необходимы были и доплатены мне просто нужно пройти игру на в максимальном уровне сложности нельзя было как-то это мне портануть прям к этому к началу деревушке этой флаги я все подвязал насколько я помню у меня нет столько мест да нет подожди вы ревна возьми решила присесть ага где жирный значит все это было подстава да они сидели в засаде ждали когда я приду с крабом это можно счесть за комплимент они в тебе не сомневались спасибо тебе лара краб вернулся на законное место пепло больше нет толчки прекратились не уверена что это все моя заслуга но все равно милости не будет жирного или лесбухи надо радоваться кто достал краба кто убил всех я ну лара крофф пандемия шкура рептилий левиафана шкура рептилий левиафана у меня есть три очка да не пользуюсь ничем все осталось чуть-чуть так что там у нас костюм какой-то надеюсь он в конце ну такой себе костюм если честно так вроде бы здесь у нас находится и последнее до задание точно следе я ничего не ошибся и домой да все последний кто ты здесь кто ты в пещере сидишь давай у тебя тревожный вид что случилось я поиграл шадов я их почитала там много всего ты не сможешь сходу выучить все что знала марьяна нужно время карабин забаговался она описывает женщину точь-в-точь как ты о само собой не хочу вдаваться в подробности пока как завершится конфликт самару когда судьба ларца и ключа будет решена давай встретимся здесь хорошо уже решена судьба по всей видимости если бы я пришел бы на это DLC до финала сюжета то меня бы отправили проходить игру но так как у меня все умертвы уже и тринити как бы покончено давным-давно было давным-давно было а не слышу привет рад тебя видеть лара я вижу тут все друг друга знают а ты откуда здесь наши союзники яшель исчезли из пойти но они оставили после себя тропу она вела сюда это было видение марианы вот почему я позвала тебя сюда думаешь яшель в беде не знаю тебе виднее бабушка считает что между тобой и яшель есть какая-то особая связь вот ты и выяснишь что случилось постараюсь я же говорил что ты так скажешь из-за вулканической активности в земле открылся разлом и на той стороне какой-то тоннель имеющий отношение к яшель может андрос лопес был не такой уж и безумец в любом случае тайный подземный тоннель нельзя оставлять без внимания так понятно это это церковь та самая да конечно оставлять без внимания мы ничего не будем и пока все отдыхают мы пойдем расследовать нереально больше я не унесу как они сюда попали они наверно ислам разломали это поход так кто там еще у нас ходил и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня есть пистолет с глушителем... Продолжение следует... 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 нет места ничего не могу взять ну ладно собирай деньги так а куда 1 1 вонючая баба если он не занят все, пришел он пробьет как скрафтить как скрафтить кто же знал кто-нибудь ее видит никого не вижу никого не слышу что кажется что вы что что не все крутость на барабане Субтитры сделал DimaTorzok Сменяй позицию Толку от этой позиции Бывает Сейчас мы тут ножичком Да ты его не убила Он же жив Ну чтобы оружие не взял А мне не дадут пострелять Печалька Тут ничего нету Даже патронов нет Ребята проводят хорошо время Костер Нифига мне туда лезть Если я могу Так вот раскачаться и допрыгнуть Зачем усложнять А это не костер Андрессона лопнула Это записи, который миссионер сделал в Пайтите В месте упокоения серебряного ларца В них описывается сеть подземных тоннелей Которые тянутся сюда от самого Пайтите На основе своих находок Лопес рассчитал наземный маршрут Вот почему он завершил свое путешествие У миссии святого Иоанна Он рыл катакомбы не только для того, чтобы спрятать ларец Он искал эти пещеры Ну ау Естественно Зачем меня спрашиваете Вы меня в начале уровня еще спросили В начале, точнее, дополнение еще спросили Хочу ли я продолжить играть? Или вы имеете в виду, что нельзя будет выйти из этой гробницы? Но, с другой стороны, на этой локации нету костра То есть я не могу нигде присесть и отправиться куда-нибудь Мне придется назад возвращаться А назад, как я понимаю, вернуться невозможно Ладно Кстати, возможно, когда-нибудь мы пройдем оставшиеся Оставшиеся все Части Расхитительницы гробниц А их дохрена Ну, хотя бы, по крайней мере, пройдем Перезапуск То есть две части Обычный Том Брайден И Rise of the Tom Брайден Ну, хотя, наверное, стоит пройти Аниверсали И Андерворд Нет Легенду Аниверсали И Андерворд Вот Начнем с легенды Легенда Моя любимая часть Любимая часть серии Я ее перепроходил Очень много раз В свое время Просто задрачивал Там и битвы с боссами классные Там все классно Опять мне предлагают Пойти налево, пойти направо Пойдем туда Там у нас кто-то Какая-то штука Она возвещает, что этот храм построен в честь Ишкик Матери близнецов-героев Создательницы серебряного ларца Ишчель И ключа Чакчель Прародительницы их защитников Яшиль Те, кто верно служил Ишкик Будут вознаграждены за доблесть И смогут вернуться к матери Вот я так и не научился эти двери открывать Аааа Это двери для совместного прохождения Тут же кооперативки Для прохождения гробниц А не должна ли бы Не должна ли ты была прыгнуть Лариса Так, а у меня тут интересно Отметилась Хрень или нет Отметилась замечательно Я вот не пойму, зачем ты заорала, конечно Это очень странно, ведь тут Падает они высоко, хотя я упал в другую строй Какая древность Гораздо старше, чем всё остальное Эти символы Где-то должна быть подсказка Какой из них правильный Потолок опускается Надо уходить Да уходим, уходим Должен быть способ открыть ворота Опять дверь закрыта Я уверен, что тут есть подсказка Нас пластина управляет этими шипами Надо придумать, как открыть ворота Как же открыть эти ворота Как же открыть эти ворота Я не знаю ещё Подожди Надо придумать, как открыть ворота Эти символы Где-то должна быть подсказка Какой из них правильный А, всё? Две ноги Я вижу две ноги А, всё? Ну, вот этот вот Так, а в какую сторону Две ноги Можно методом тыка определить Я думаю Вообще не сложно Ну ладно, просмотрим Должен быть способ открыть ворота Какие у нас тут Надо придумать, как открыть ворота Как же открыть эти ворота Лара, я знаю Я уже всё понял Ты должна была съехать Они не открываются Единообразные Довешь ты Все по одинаковой стене Слон 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 Слон, две ноги Слон А, да в любом случае Смотрите, зажечь Вот знаете Я слона не вижу Так, главное бы у меня Свет бы не рубанули Не замолнию Не замолнию Так, так не работает Здесь должны быть символы Которые подскажут Как открыть центральную дверь Методом тыка не канает Я понял, да? Должен быть способ открыть ворота Должен быть способ открыть ворота Надо придумать, как открыть ворота Как же оно надоедает С этим вот С повторением Я понимаю, что это я сам нажимаю на кнопку Но я на кнопку нажимаю Для тех целей Чтобы посмотреть Какие объекты активны Для того, чтобы у нее спросить Ее мнение Рука С каждым шагом интересней Какой-то слон Вот это вот символ Нет Нет Подожди, надо Тебе подогнать еще здесь Что-то есть, что ли Какие-то символы Блин Тут не... Тут не... Тупо-тупо Надо было просто Подойти нажать кнопочку Можно было не открывать Эти двери Эти символы Где-то должна быть подсказка Какой из них правильный Ну Слона не вижу, не вижу Рука должна быть еще И две ноги Рука, две ноги, слон Рука есть Ну вот, слон вроде бы, нет Он, не он Да, он Дорога идет далеко Вглубь храма Значит, и мне туда Не факт Невероятно Это Ишкик Кровавая дева Она сотворила Серебряный ларец И Яшиль Статуя не собрана Надо придумать Как поменять местами Ее части Два новых пути Проверим оба Нет Что же управляет Передней частью статуи Статуи нужно правильно пересобрать Статуи нужно правильно пересобрать Да пересоберем, пересоберем, не печаль не но нормально а вот наоборот еще так это я накосячил конечно а какая они ну так то нормально только вот та фигня должна быть сверху можно сначала не означает затупил я просто не допер что я не буду вращается ну ладно так вроде окей вроде был так хорошо левая сторона собрана этот рычаг связан с передвижением частей статуи что же управляет передней частью статуи не знаю лариса сейчас разберемся не переживай не переживай я все решу что же управляет передней частью статуи не это то же самое так что там внизу у нас что это за херня там нога подсказка что же управляет передней частью статуи этот рычаг связан с передвижением частей статуи мне надо ногу загнать обратно да я думал она как шива подожди подожди назад толкай вывлазит так лиц цикл прикрутить ну что я дужу левая сторона собрана кроме этой двери в в в в в в в замечательном так начисло просто сделайте чтобы она болталась там где нибудь и не уезжала в 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 не помню были ли в предыдущих средств такие же загадки статуи нужно правильно пересобрать сейчас мы пересоберем так ну давайте наверно сдвинем ну руку поставим на место подожди мы ее и поставим стоять надо теперь цикл провести чтобы те руки и ноги вернулись на свои места а голова играет по всей видимости играет роль голова какая у нас башка должна быть а у нас должна быть вот это вот башка вот это значит башка должна быть точно она должна быть ну да левая сторона собрана башка не собрана ладно мы сейчас сдвинем дуды 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 вернемся здесь поставим бошку а потом поставим все остальные руки и ноги хорошо левая сторона собрана открывайся опен 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 так и и и и и и и Ну вот это все. все осталось хоть руки поставить но можно было сделать намного быстрее просто вначале не допер как перемещается части тела и не убедил что он башка еще разное бывает но может было сделать намного быстрее надеюсь многие самые дожди слева и справа и здесь статуи миниатюрный вариант статуи видимо как образец ну или со стороны левая сторона собрана го правую собирать сторону а я и я и мы сейчас двинем руку да будем ногу ставить давай снизу собирать будем ногу поставим сразу но бы сразу ногу поставить уже теперь можно войти в дверь для этого нельзя было остальное было магическое прикосновение используйте меньше ресурсов для создания более сильных предметов при беге или во время боя какие-то врата доспехи я шили видно они им стали не нужны но куда вознес получилось все хорошо слушайте все за яшель не волнуйтесь они вернулись на небеса так это называется когда богини ишкик создала серебряный ларец и ключ она заодно создала яшель чтобы те служили им стражами теперь их долг исполнен поэтому они смогли вернуться домой и ашель служили с честью их награда воссоединение с матерью лара там есть арка из серебра да судя по фреске это проход на другой план бытия и теперь он закрыт навеки точно как в видении марианы все встало на свои места отлично я возвращаюсь лара прощай и даже забудь что они были вот и ты спасибо долг перед яшель выполнен что дальше сектор разгромлены пойдите больше не нуждается в покровительнице военным советником это слез тани тучу а я отправлюсь во внешний мир и буду служить этим землям как служили мои небесные сестры в течение столетий нам с тобой повезло яшель вернулись домой значит теперь все хорошо да все отлично ну а ты лара у тебя есть планы на будущее так загадочно улыбнулась туманно продолжение я вроде бы не собираются делать перезапуск опять перезапуск серии уже какой по счету если это состоится перезапуск или туда будет 4 если я не ошибаюсь перезапуск тоже легенда являлась перезапуском да какие там ангелы и демоны до легенды была шестая часть если я не ошибаюсь или 7 ну ладно не важно у меня помню был диск если пиратский диск коробка со всеми частями ларк робот ну со всеми до легенды двухсторонний пиратский диск куда он делся неизвестно там еще не все части запускались не все игры к сожалению но все что можно было я прошел понятно лунный луч серебряный удар лунный луч и какая-то предсказательница лунный луч и 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 р и так одного очка не хватает чтобы все прокачать уже где это очко взять непонятно смысле 2 навыка 2 очка но 2 очка есть еще дальше них засунуто некуда вот так у нее расходятся джинсы на попе смотрите да вы видите неожиданно лара надо нормальные нормальную одежду покупать которая не будет расходиться на попе либо надо меньше попу отъедать что я могу сказать ничего не могу сказать все это было последнее дополнение ведь 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 и расходятся джинсы на попе ладно или это брюки это было shadow of the tomb raiden 7 dlc 5 dlc подряд понадобилось нам 3 часа 2 то 5 пусть будет 6 6 часов на прохождение 5 dlc по факту там по часу на каждой dlc если не было бы этого бэктрекинга туда-сюда бегать и если бы я знал бы как решаются загадки изначально да то можно было дополнение проходится где-то ну блин за 30 минут от силы каждое каждое дополнение 30 минут контента там одна гробница сложная ли она интересная но они все разные да ну что-то такую прям эффекта вау не знаю особо то и не было хоть и не да и на одном там на плоте и плавали на другой помните там ветер был там за счет ветра механизмы поворачивали наверное самое сложное это была последняя гробница где на болото так где что мы сейчас только что решали где нам был собрать статую но там просто играла невнимательность а по факту какие там сложные действия к это загадка то чтобы там на развернуть повернуть что-то такого ничего и не было экстравагантно сложного да я не знаю разработчики твари конченые что вырезали все гробницы из игры и решили нам ну не все гробницы ладно поврезали 7 гробниц и решили нам преподнести эту как дополнение и выходили дополнение господи целый год целый год выходили дополнение то есть каждый месяц входило на дополнение зачем да там добавили кооперативную игру добавили гробницы для прохождения как на время те самые которые дополнение которые мы проходили то есть но такой фан-сервис который как бы нафиг и не нужен особо пацаны там красят работают мы тут болтаем нужны ли эти дополнения для полной сюжетной картины да не особо с этими пойти тик или кто там были ребята которые вернулись и домой я про них вообще с честно забыла что они там были какие-то монстры тринити как всегда в общем на данный момент игра стоит с дополнением сколько там говорил 6 копейками до 6 500 именно кровь ты дишина со всеми дополнениями она того не стоит если будет скидки я вот сам взял да по скидке кровь ты дишин за 3 500 и сея не ошибаюсь я купил новогодний что ли скидки что у нас там был фул прайс игра не стоит вообще то есть если есть желание пройти и лучше подождать какой-нибудь распродажи которая будет летний час распродажа будет потом еще какие-нибудь стопадово там и черная пятница да то есть и хэллоуин и новый год в принципе я думаю где-то ценник упадет до двух двух с половиной рублей на croft edition и можно будет взять тогда да игра комплексная но блин изначально покупать за фул прайса и и это очень печально знаете как какая была ситуация у меня при покупке райс обузе то правильно я пошел в магаз и купил ее за 4 рубаса за одну кстати я еще купил тогда на тот момент дизонорот 2 тоже за 4 рубаса на фул прайс и такой радостный ходил а я купил две игры 8 рубас потратил и через месяц сука начались скидки и игра райса за том правильно упала на 50 процентов цене то есть стало стоит 2 рубаса также и стал стоить дизоноре 2 рубаса я не так обидно было вы не поверите поэтому кстати шадов о том районе я на релизе и не купил подождал скидки взял по скидке с этими дополнениями не знаю что сказать на последующие прохождения на следующие стримы у меня есть идея мы перейдем на пк-гейминг на пк-гейминг да вы будете слышать клик 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 вот эти вот не знаю вам слышно не слышно щукин там пробелечки быть вот такие услышать будем проходить два хоррора от тайваньской игровой студии интересные проекты я с ними давно ну как следил я не следил нифига мы поиграем естественно пройдем они долгие принципе там я думаю двух стримов на каждую игру вообще хватит а то и одного стрима полноценного нормально вообще сойдет поэтому с ларой кров наконец-то наконец-то не прошло и не прошло 10 лет до как мы прошли лару кровь все можно с ней попрощаться больше стримов по ней не будет потому что тут ничего не осталось в игре не знаю будет на разработчики вряд ли пути такое то еще дополнение потому что никто их и не делает у меня все собрано вообще мамы юкате и всякие все завершено поэтому всем спасибо за внимание приходите и на стримы на твиче будем играть и и проходить спасибо пока